Сочетание белоснежных перчаток со смуглой кожей стали роковой ошибкой для злоумышленника. Под покровом ночи он вышел на дело, но не смог остаться незамеченным. С друзьями прогуляться увидели незнакомого мужчину, белых перчаток. Но мы решили за ним посмотреть. Но отошли недалеко, потом обратно вернулись, но он уже проник в окно. Но мы позвонили этому участковому, и он прибыл. Прибыв по указанному адресу, подойдя к окну первого этажа, я увидел то, что из окна первого этажа выпрыгивает неизвестный мне мужчина, который, увидев меня, начал скрываться. Далеко форточнику убежать не удалось. Сотрудник полиции задержал его тут же под окном в кустах. При личном досмотре у него изъяли монтировку и похищенное имущество. Ювелирные изделия стоимостью более 8 тысяч рублей. Белоснежные перчатки тоже пришили к делу. Когда 27-летний уроженец Республики Армения оказался в камере предварительного задержания, он вспомнил все, что видел в голливудских фильмах. Мне нужен мой адвокат, переводчик. Нужен адвокат, переводчик и... Но через некоторое время понял, что раскаяться в содеянном можно и без них. Вот этой кражей я писал, что я этого делал, не отрицаю. Я этого делал, я от этого не отказываюсь. А потом и вовсе стал давить на жалость. Я один, со мной никого нет. Никого нет, у меня нет. Теперь адвокат будет вашим лучшим другом. У меня жена беременна. Женат по российскому законодательству, это тот человек, который узаконил свой брак в органах ЗАГСа. На настоящее время нам известно, что он просто проживает с гражданкой Армении в Солошногорском районе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Кража. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сотрудники полиции установили причастность злоумышленника к совершению целого ряда квартирных краж на территории Солошногорского района. В настоящее время проверяется около 14 эпизодов. Это ближайший район к месту его проживания. Практически где жил, там и воровал. Все преступления, которые проверяются, они происходили, как правило, в ночное время. Одним и тем же способом через окно. Дмитрий Щетинин, Дмитрий Маракасов. Солнечногорское телевидение. Информационная программа. Наше время.